МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Мы молодцы, мы справились. Мы сегодня прям с легким сердцем отправляем машину. В доме номер 36 по проспекту Ленинского комсомола завершился косметический ремонт. Все очень нравится. И ремонт как сделали. Были недостатки. Очередная встреча руководителей медицинских учреждений Ленинского городского округа с населением прошла в историко-культурном центре. Мы действительно живы, увидим те самые проблемы, которые беспокоят нашу жизнь. И здесь уже можно в онлайне решать все эти вопросы. В Ленинском городском округе продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Очередной груз из пункта приема, расположенного в деревне Горки, в зону СВО, повезут сотрудники центра Ирбис. Межрегиональная общественная организация Центр гуманитарной помощи Ирбис занимается сбором необходимых вещей жителям Донбасса, участникам специальной военной операции, а также малоимущим семьям, проживающим в разных регионах страны. Склад центра, расположенный в деревне Горки, начал свою работу осенью прошлого года. За это время было уже 18 поездок в зону боевых действий. Наши волонтеры, наши неравнодушные люди привозят, помогают продукты питания, одежду, медикаменты и так далее. Все это собирается, у нас есть чат, в чате мы все это обсуждаем, собираем и отвозим уже и ребятам, и мирным жителям и так далее. Как отметила председатель организации Юлия Барышева, эта очередная заявка от участников СВО оказалась для волонтеров непростой. Необходимо было собрать летнюю форму для военных. Это такое недешевое удовольствие. Мы молодцы, мы справились. Мы сегодня прям с легким сердцем отправляем машину. Принимали участие многие, принимали участие и домодедовские жители. И наши волонтеры со всего, вообще со всей России присылали деньги. Кто чем мог, помогал. Кто деньгами, кто своими непосредственно физическими силами. В итоге было собрано 350 комплектов военной формы и других необходимых вещей, а также продуктов питания. Кинолог со служебной собакой осмотрели и проверили все собранные вещи перед отправкой. Сегодня мы выезжаем уже в Сватово. Завтра будем там. То есть у нас дорогой мы останавливаемся до границы, где-то ночуем, да, рано утром переходим границу, приезжаем и, соответственно, встречаемся с ребятами, раздаем уже всю нашу помощь гуманитарную. В дальнейших планах сотрудников центра в комнатах, где сейчас расположен пункт сбора, организовать музей СВО. Мы привозим уже какие-то элементы, эхо войны, так скажем, осколки БПЛА, снарядов и так далее. То есть здесь будем создавать музей. Сейчас волонтеры центра работают над новой заявкой, где более 20 пунктов того, что необходимо военнослужащим и местным жителям. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В доме номер 36 по проспекту Ленинского комсомола завершился косметический ремонт. Этого события жители ждали долгие годы. Депутат по избирательному округу Владислав Рынша помог решить вопрос. При содействии администрации Ленинского городского округа из бюджета муниципалитета были выделены средства на ремонт всех шести подъездов. Отремонтирована входная группа, заменены двери и плитка, установлено освещение. Естественно, после того, как мы провели здесь ремонт, у жителей появилось больше желания к общению и благодарят за ту работу, которую мы произвели. Это заслуга нашей общей управляющей компанией, администрации, жителей и депутатского корпуса. Ремонт сделали и внутри подъездов. На всех этажах заменена плитка, освещение, почтовые ящики. Покрашены стены и перила. Местные говорят, сейчас гораздо лучше, чем даже при сдаче дома в 73-м году. Все очень нравится. И ремонт как сделали. Были недостатки, но устранили. Вот я позвонила, устранили. И все очень нравится. Никаких замечаний, особенно к депутату, нашему депутату. Молодец. Сколько мы с ним ходили. Спасибо большое. На избирательном участке Владислава Рымши 21 многоквартирный дом. В 9 из них ремонт уже сделан. Еще 2 в процессе обновления. Сотрудники госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия на шоссе вблизи деревни Суханово для проверки документов остановили автомобиль под управлением 38-летнего жителя города Иваново. При беседе с полицейскими водитель иномарки заметно нервничал и вел себя подозрительно. Инспекторы ДПС приняли решение провести досмотр транспортного средства, в результате которого в салоне обнаружили 3 пакета и сверток с различными порошками, а также 5 спрессованных брикетов с растительным веществом. Кроме того, в багажнике машины сотрудники полиции обнаружили канистры с химической жидкостью и предмет, конструктивно схожий с револьвером, и патроны. По заключению экспертов, в одном из изъятых свертков содержалось психотропное вещество амфетамин в количестве 500 грамм, а в одном из брикетов наркотическое средство гашиш общим весом около 100 граммов. По результатам баллистического исследования установлено, что изъятые револьвер и патроны переделаны самодельным способом и пригодны для стрельбы. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное изготовление оружия. Судом-фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Очередная встреча руководителей медицинских учреждений Ленинского городского округа с населением прошла в историко-культурном центре. Обсудили множество важных тем. Жители могли задать интересующие вопросы. Такие встречи руководителей медицинских учреждений населения в муниципалитете проходят уже более полутора лет. Для удобства жителей в последнее время их формат был изменен. Теперь вопросы не обязательно заранее подавать в электронном виде. Мы действительно вживую видим те самые проблемы, которые беспокоят наши жители. И здесь уже можно в онлайне решать все эти вопросы. Конечно же, у нас есть много разных и других способов получить вопросы и дать ответ. Но вот эти очечные встречи, они точно должны быть в таком формате. И это действительно полезно для всех. Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев еще раз напомнил собравшимся о важности регулярного прохождения диспансеризации. Тем более, что сейчас это делать стало гораздо удобнее. Мы открыли так называемый модуль диспансеризации. Это пилотный проект Московской области, в котором участвуют три городских округа. И мы первыми открыли этот модуль. Диспансеризацию оказываем практически во всех амбулаториях. Достаточно активно у нас работает и южная поликлининга. Но раньше, если мы прийти на диспансеризацию, у каждого был страх у нас. А если мы там что-то подхватим, а если мы заразимся, потому что контакт будет. И сейчас то, что у нас есть отдельный центр диспансеризации, это замечательно. Вот поэтому спасибо вам огромное. Спасибо вам за понимание. За многое то, что вы делаете. И вот это в первую очередь. Также рассказали о том, как ведется работа по обновлению действующих и строительству новых медицинских учреждений. Совсем скоро откроют свои двери амбулатории в поселках Боброво и Новодрожжино. Подходит к концу локальный ремонт в развилке. Затем перешли к обсуждениям вопросов жителей. А почему там жалуются, кардиолог не приезжает? Несколько раз уже. Ну смотрите, у нас это как происходит. Если необходим специалист какой-то, то пациенты, ну жители обращаются к любому врачу, у кого они на приеме, либо к администратору. Получается заявка. Заявка на количество пациентов, и под которые приезжает специалист. Виновчанка Маргарита Макеева задала вопрос, почему вызванная скорая предложила госпитализацию в кардиологическое отделение Подольской больницы, а не в РКБ. Кардиология у нас есть. Единственное, что... Почему в Подольске? Потому что там есть аритмолог. Вот почему. То есть у нас тоже есть ограничения по функционалу этого кардиологического отделения. Поэтому они вам предлагают, да. Также были озвучены вопросы, касающиеся получения льготных лекарств, работы медиков и обратной связи с населением, ремонта помещений стационара в РКБ и строительства новых ФАПов. Все обращения, полученные в ходе встречи, были взяты на контроль руководителями лечебных учреждений. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. И в конце выпуска расскажем о предстоящих планах на выходные. Субботнее утро стоит начать со спорта, хотя бы в качестве болельщиков. 27 мая в 10 часов на стадионе «Металлург» состоится кубок Ленинского городского округа по стритболу. А в 18.00 в рамках чемпионата Московской области по футболу встретятся команды футбольных клубов «Ступино» и «Металлург» «Видное 2. Приходите поболеть за наших игроков». В библиотеках Ленинского округа 27 мая в течение всего дня состоятся мероприятия в рамках традиционной акции «Библионочь», приуроченной к Всероссийскому дню библиотек. Мастер-классы и интерактивные игры, викторины и встречи с писателями. Сотрудники библиотек постараются сделать праздник разнообразным и насыщенным. Любители музыки ждут 27 мая в 17 часов у кинотеатра искренно отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры, хора русской песни «Россияночка», студии вокала «Звуковая волна» и группы «Рэддин Тозе Парадиз». А в 18.00 в Центральном парке состоится концерт рок-группы «Звукоизвлечения». И это далеко не все мероприятия, запланированные на предстоящие выходные. Следите за афишами в социальных сетях и на сайтах учреждений культуры и спорта Ленинского округа. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова